здарова бандиты прокачаем да тут требуется требуется вибро шумоизоляция всего одна двенашечка полтора киловатта вытелить так это страшно да а еще а еще говорят хаммер мощный мод надежность очень крепкой машины ведро ведро до большому счету 4 куда-то не ломает ребят всем привет сегодня в такой замечательный солнечный день хочу вам рассказать про аудиосистему которую мы собрали установили в хаммер h3 такой крутой топовый американский внедорожник который изначально конструировался для покорения пустыни но он у нас здесь в арзамасе автомобиль приехал к нам с города нижний новгород мы сюда поставили два усилителя громкий фронт громкий тыл все по штатным местам и плюс сабвуфер поехали ребят показываем промежуточный результат у нас изготовлена фальш-панель на который крепится два усилителя один с одной стороны и с другой стороны у нас компактный атом b1500.1 d в этом месте стоял штатный усилитель штатный сабвуфер мы его демонтировали сюда собрали вот такую фальш-панель а где у нас штатный саб где-то он тут был вот он голубчик вот он лежит все по штатным местам все болты сохранены все будет также ребят сейчас выгоняем автомобиль на улицу я вам включаю как он запел мы это дело настроили всем трещоточку крепим и приступаем к обзору ребят это по одному шестнадцатому динамику в каждой двери это ребят федоры апокалипсис ап м67 а м это новые динамики 300 ватт минал они у нас запитаны от усилителя апокалипсис апокалипсис а.б. 400.4 мощнейший четырехканальный компактный размер и мы поставили именно этот усилитель видео вы узнаете обязательно и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok А смотрите еще какой прикол, здесь кнопки руля есть, такие приклеены Здесь стоит головное устройство на операционной системе Android Здесь установлен, я не знаю, как он называется, TI-S, не TI-S Но изначально эта магнитола управляла штатной аудиосистемой Мы сюда поставили все новое, штатное, можно сказать, выкинули И давайте по порядку Капотом этого черного хаммера установлен очень мощный, очень прожорливый И очень, так скажем, не сверхэкономичный мотор Здесь у нас установлен аккумулятор варта Мы видим питающий кабель, который питает всю нашу аудиосистему Он защищен предохранителем Под капотом, кроме мотора, там ничего больше интересного нету В передних и задних дверях у нас установлены апокалипси 67AF Можно сказать, федоры Это одни из самых топовых динамиков сегодня на рынке В багажнике у нас установлено два усилителя Серия Апокалипсис И у нас установлен сабвуфер серии Flight Двенашечка в коробе на трубе Вот так вот она смотрится Практически нет места в багажнике Но с помощью терминалов можно открутить два провода И сабвуфер можно поставить в гараж Съездить на супермаркет за продуктами И потом все это дело вернуть обратно Обшивку двери делаем в два слоя виброизоляции Плюс волна Это нужно для того, чтобы ничего не дребезжало Заднюю дверь мы тоже сделали Виброизоляции на ту сторону Металла Ну и так вот выглядит уже конечный Что, опять ролик, да? Нет, просто не Ты за это За шплиту его дети Как ты говоришь, так вот надо сделать Хэббл бэббл Ребят Конечно, шкурный вопрос Сколько это стоит? Абсолютно не секрет 60 тысяч рублей с небольшим Стоит аудиосистема Включая все преобразователи Все расходники Все дистрибьюторы Провода акустические Медные РЦА Кабели Колечки И так далее Шумоизоляция Стоит 15 тысяч рублей Крышка багажника Дверки В четыре слоя мы их сделали Все тихо Все хорошо Крышу не трогали Остальное считайте сами Если у вас есть вопросы Звоните по номеру Который есть в описании Мы вас ждем в гости До скорых встреч Двигайтесь с музыкой Всех обнял Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!